МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии Дня Победы председатель Барановичского горесполкома поздравил ветерана Сергея Готовчица. Сотрудники Барановичской спасательной станции активно готовятся к открытию нового купального сезона. Зональный слет-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения прошел в средней школе номер 21 Барановичей. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о занесении на республиканскую доску почета победителей соревнования за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития лидерами названы 64 организации и региона, в их числе и Барановичская центральная поликлиника, главный врач Василий Романовский. Занесение на республиканскую доску почета является общественным признанием весомого вклада граждан и трудовых коллективов в дальнейшее процветание страны и повышение ее благосостояния. В преддверии Дня Победы председатель Барановического горисполкома поздравил ветерана Сергея Готовчица. Сергей Иосифович родился в Барановичах в 1923 году. В 1944 отправился на фронт и дошел до самого Берлина. По случаю приближающегося исторического праздника ветерану передали материальную помощь. Совсем скоро вся страна будет отмечать самый значимый исторический праздник – День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день все наши мысли с ветеранами войны. Время бежит неумолимо, и, к сожалению, их осталось совсем немного. Незгибаемых фронтовиков и тружеников тыла. Но тем ценнее каждая возможность сказать им спасибо за победу. Поздравить с приближающимся радостным и одновременно грустным праздником Сергея Иосифовича Готовчица, 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, встретившего долгожданный Победный май в Берлине, пришел глава города Юрий Громаковский. Сергей Иосифович родом из Барановичей. В составе Красной армии служил с 1944 года. Был командиром отделения связи. Награжден медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. В числе наград также Орден Отечественной войны второй степени. Юрий Громаковский передал ветерану материальную помощь и памятный подарок – фотоальбом «Барановичам-150». Пожелал ему долгих лет жизни и в полном здравии отметить в следующем году 9 мая и 100-летие. Музыкальный подарок подготовил ансамбль «Кроссные». Под окном звучала легендарная «Катюша». Эта композиция во время Великой Отечественной войны пользовалась такой популярностью, что стала неформальным символом периода тяжелых испытаний для нашей страны. Она зажигала сердца борцов, сопротивления и в результате стала запоминающимся символом Великой Победы в Кровавой войне. В завершение встречи Сергей Готовчиц наказал беречь мир, дорожить победой, не позволять никому отнимать ее. Материальную помощь ко Дню Победы получат более 150 ветеранов Барановического региона. Суммы от 750 до 1800 рублей. Выплаты стартовали 25 апреля, продлятся по 6 мая. В Брестской области почти 65% жителей прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. По последним данным, первым компонентом привиты 68,5% жителей юго-западного региона. К слову, Брестская область лидирует в республике по темпам вакцинации несовершеннолетних. От COVID-19 привились 38,7% детей 12 и 17 лет. К слову, в области пациентов с коронавирусом госпитализируют в межрайонные центры в Бресте, Барановичах и Пинске. Сотрудники Барановичской спасательной станции активно готовятся к открытию нового купального сезона. Они уже обследовали дно водохранилища «Мушанка», очистили его от посторонних предметов, подсыпали песок на детской площадке, установили информационные стенды с правилами отдыха, поведения на водах и другой нужной информацией. В течение всего купального сезона, который стартует 1 мая и продлится до конца сентября, спасатели совместно с сотрудниками милиции и другими заинтересованными организациями будут проводить рейды в местах отдыха граждан и где купание запрещено. Каждый год купальный сезон начинается 1 мая, длится до конца сентября. Подготовка к старту идет существенная. Проводятся плановые работы по очистке и уборке линий берега. Ремонтируется инвентарь и приводится в порядок ограждения. Обследуется прибрежное дно. В Барановичах купаться можно на водохранилище «Мушанка». О ходе подготовки пляжа рассказал Александр Мудров, начальник Барановичской спасательной станции «Освод». УК РСП «Баранович и Римстрой» выполняет, как говорится, свою работу. То есть это покраска всех инфраструктур пляжных, скамейки. Ну, практически все, что у нас находится на пляже, приводится их руками в належащий порядок. Кроме того, на 50 метров очищена лесная полоса, которая прилегает к пляжу от завалов. Обновлен песок в спортивном городке на детской площадке. Как и в прошлом году, планируется открыть три точки питания. Традиционно во время купального сезона будут дежурить сотрудники милиции, которые будут выявлять нетрезвых отдыхающих. Причина? А причина очень проста, потому что практически 80% утонувших на водоемах республики находились в состоянии алкогольного опьянения. Ну и вот, что касается статистики, то, к великому сожалению, в нашей области в этом году уже утонуло 22 человека. Ну и, естественно, большая часть из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники освода призывают граждан убирать за собой мусор. Шашлыки готовить только на мангале. Остатки угля, которые не прогорели, и пепел не выбрасывать на пляж. Все отнести в мусорные баки. Дежурство спасателей будет организовано круглосуточно. Пять новых спасательных постов планируется организовать в Брестской области купальному сезону. Новшество обусловлено тем, что органы власти на местах утвердили дополнительные зоны отдыха на водоемах. Сейчас в области функционируют 8 спасательных станций и 27 спасательных постов. Безопасность на водоемах обеспечивают 185 штатных работников областной организации «Освод». На период купального сезона дополнительно принимают на работу еще около 80 матросов-спасателей. Зональный слет конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения прошел в средней школе номер 21 Барановичей. Среди участников лучшая команда региональных этапов из Ганцевичского, Ляховичского, Березовского, Ивацевичского, Барановичского районов и нашего города. Участники решали тесты по ПДД, показывали практические навыки фигурного вождения велосипеда и творческие способности, знания оказания первой медицинской помощи. Ребята боролись за право представлять свой населенный пункт на областном этапе конкурса. Кто оказался в списке лидеров, узнаем в нашем следующем сюжете. В Барановичах на базе средней школы номер 21 прошел зональный этап республиканского слюта конкурса отрядов юных инспекторов движения. В нем приняли участие шесть отрядов победителей районных этапов. Здесь собрались представители нашего города Барановичского, Ганцевичского, Ивацевичского, Березовского, Ляховичского районов. Состязание состояло из нескольких конкурсов, агитационно-художественное представление, фигурное вождение велосипеда, оказание первой помощи пострадавшим, теоретический экзамен на знания ПДД. Ежегодно в Брестской области проводят соревнования отрядов юных инспекторов дорожного движения. Целью данного мероприятия является внедрение новых форм изучения правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и, конечно же, пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Данные отряды помогают нам в практической деятельности, имею в виду сотрудников ГАИ, постоянно реализовывать профилактические мероприятия, в том числе направленные на популяризацию соблюдения правил дорожного движения. И своей деятельностью они показывают и подрастающим молодежи, и взрослым о том, что есть такая форма проведения, как необходимо это делать, как нужно вести себя на дорогах. Большую заинтересованность участники проявили во время проведения конкурса на знания основ оказания первой медицинской помощи. Это одно из сложнейших заданий, ведь нужно не только обладать теоретическими знаниями, но и показать свои умения на практике. Напряженная атмосфера царила и на специально оборудованной препятствиями площадке. Там ребята соревновались в фигурном вождении велосипеда. Сейчас ребята соревнуются в индукционно-художественном представлении на знании правил дорожного движения, знании оказания медицинской помощи и, конечно же, в вождении велосипеда. Участниками данных команд являются по 8 человек разной возрастной группы и, в принципе, разнополые. То есть у нас 4 мальчика, 4 девочки и получается одни из них 10-12 возраст, вторые 13-15 лет. Готовились усердно, учили теорию, медицину, ПДД и практику вождение велосипеда. Поэтому борьба за звание проходила довольно напряженно. Команда, которая на сегодняшних соревнованиях побеждает, будет участвовать в областных соревнованиях. То есть у нас будет 3 команды победителей, сегодня у нас участников 6, из них 3 команды будут участвовать в областных соревнованиях отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые пройдут в городе Бресте. По итогам зонального слета ЮИД третье место у представителей Ивацевичского района. Вторыми стали ребята из Барановичского района. Лучше всех продемонстрировали теоретические и практические знания участники из Ганцевичского района. Минздрав утвердил режим работы учреждений здравоохранения на предстоящие весенние праздники. По такому же календарю будут трудиться и поликлиники Барановичей. Так, 30 апреля, 2 и 7 мая врачи принимают по графику субботы. 1, 3 и 9 мая как в праздничный день. 8 мая – выходной, а 14 – рабочий. Несмотря на продолжительный уикенд, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин